Приветствую вас, и вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Мы пришли на ресурс, где работают люди, то есть вы обратились сюда. Здесь у нас есть разные люди с разными мировоззрениями, и как она, наверное, скажет вам, исходя из своих предпочтений, своих моральных взглядов и так далее. Лично мне не очень понятна цель, с которой вы обратились к нам на ресурс. То есть вы описываете определенную ситуацию, в которой и у вас, и у вашей супруги схожее мнение. То есть вас обоих все устраивает. Вы счастливы, довольны, у вас нет скандалов, нету криков, нету ремок, нету ничего. На данный момент все в порядке. И вы спрашиваете нас о том, что будет в будущем. Понимаете, мы не можем знать будущее. Отвечая на ваш вопрос, не будет ли влиять на нашего ребенка то, что вы описали, нет, на ребенка влиять не будет. Скажем, скорее всего, ваша жена в этом плане только поживет более полной жизнью и получая удовольствие, чувствуя себя женщиной, не только матерью и вашей женой, да, но и женщиной, она будет ребенку относиться еще более крепко. Но вопрос о том, будет ли она любить вас, как раньше, ответит нельзя. Потому что это зависит от вашей жены. И нужно выслушать ее точку зрения, ее отношение к тому, что произошло, к тому, что происходит. Я думаю, что любовь, она может быть разделена со стороны вашей жены. То есть она по-прежнему любит вас, как своего мужа, как спутника жизни. Но вот в интимном плане вы уже стали быть для нее единственным. И в интимном плане, наверное, она будет все-таки меньше, меньше вами дорожить. Потому что у нее, как мы написали, что вот вы не можете без этих встреч, значит, у нее появилась потребность других мужчин. И в этом плане, как бы для нее, если она не может без других мужчин сейчас, то, скорее всего, в интимном плане вы перестали быть для нее единственным. А для некоторых людей это влияет на любовь. А для некоторых нет. И говорить о том, повлияет ли это на вашу жену. Я не хотел бы. Потому что, еще раз повторю, мы ее не знаем. Я не моралист. Я не буду вам считать мироволчения по поводу того, что это плохо, что это развратно и так далее. А вы оба согласились на это. Вы оба решили попробовать. Вам обоим это нравится пока. Я думаю, что это самое главное. Это делает вас счастливыми. Придет время, и если вы увидите, что, например, вашей жене это перестанет нравиться, или что ваша жена, попробовав других мужчин, сказала, что хотели чего-то другого, вам нужно просто быть к этому готовым. То есть, понимать, что у этого есть свои последствия. Как положительные, так и отрицательные. И ваша жена может, конечно, в один раз в момент заявить, что вы не устраиваете ее больше в последствии. Ну, такое бывает. Я думаю, что скандалов у вас, как таковых, не будет, потому что, опять-таки, вы сами оба на это пошли. Никто никого не заставлял, никто никого не принуждал. Это было, ну, как бы, свободное решение о вас обоих. И вам оно приносит счастье. Что посоветовать? Пожалуй, единственное, что можно было бы вам посоветовать, это, значит, понять, вот почему вас не устраивала порядочность вашей жены. То есть, вот вы пишите, именно из-за этой порядочности у меня и возникло желание сделать что-то неприличное. Ну, если вы выбрали свою жену, свою женщину, если вы сделали их своей женой, а она порядочная, значит, вы поначалу принимали ее порядочность, и она вам нравилась. А потом она перестала вам нравиться. Почему? Вот этот момент нужно разобрать. Второй момент. Что вы давно начали представлять другой мужчина, что другой мужчина находится рядом с старшей женой. Тоже момент. Почему вы начали это представлять? Не потому ли, что вам вновь и вновь хочется самооткредляться таким образом, доказывать самому себе, что, не смотря ни на кого, ваша жена все равно с вами, и что она считает вас самым лучшим. Если так, то у вас проблемы с самооткредкой. Проблемы с уверенностью в себе. И вам нужно прорабатывать эти моменты, и плюс, возможно, поработать с сексологом. Думаю, сексолог вам здесь поможет лучше. Но я бы рекомендовал проработать эти моменты, плюс проанализировать ваше детство. Именно в нем, скорее всего, и кроются какие-то вещи. Вполне вероятно, что вы просто-напросто немножечко рано слишком проженились. То есть вы в браке 5 лет, соответственно, жене 18-20 было, когда вы создавали брак. Наверное, какое-то время вы еще были до брака знакомых. И получается, что изменения, которые произошли с вами обоими, слишком серьезны. Вот за время брака. И вы знаете, вполне вероятно, что вот то, что вы хотите, то, что вы делаете, это продиктовано именно молодостью. Это будет, какое-то время будет, потом пройдет. Но вам важно вот самого себя спросить так. Если однажды ваша женщина скажет, что больше не хочет ходить на эти встречи, как вы к этому отнесетесь? Если вы скажете, что вы не хотите ходить на эти встречи, как к этому отнесется ваша жена? То есть вам нужно на этот момент проговорить. Если вы настолько доверяете друг другу, хочется верить, что между вами все-таки акт доверия, то я думаю, можно именно проговорить это. То есть единственный возможный вариант, чтобы не было никаких негативных моментов, это стопроцентное доверие, полная открытость и никаких секретов. Если начнутся секреты, начнутся недомовки, недопонимания, это вот в купе с вашей ситуацией моментально, моментально вызовет, ну, я скажу так, моментально вызовет почву для стандалов, для сорт, для отдаления и, возможно, даже для развода. А пока это вам обойдет, но с удовольствием, я не думаю, что нужно что-то меняться. Главное, чтобы вам это нравилось, а главное, чтобы вы были счастливы, главное, чтобы это было на подзыв, главное, чтобы это не вредило вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok